здрасте господа начинаем сегодняшний вебинар который называется эзотерика сейчас как он у нас там называется я посмотрю эзотерика счастья о задайте свой вопрос я вижу от вас большое количество вопросов и с удовольствием отвечу на ваши вопросы прежде всего хочу сказать огромное спасибо за участие за то что вы присутствуете на моих вебинарах также занимайтесь саморазвитием пусть даже таким образом но у нас получается становиться лучше добрее сеять доброту в виде семян в этом мире и проращивать плоды счастья радости доброты пусть в этом темном мире у всех будет свет и пусть этот свет проявляется в виде ваших хороших и добрых поступков по отношению к другим людям дарите эти поступки пусть будет вокруг нас царит любовь милосердие и так далее ну и сегодня с удовольствием отвечу на ваши вопросы для меня это несложно и ваши вопросы скорее всего помогут сделать этот семинар интересным для всех несколько слова марафоне который состоится в скором времени вы наверное знаете что я собираюсь проводить марафон здоровья и сегодняшний вебинар я бы хотел посвятить вот таким аспектам здоровья каким образом можно человеку помогать что это такое может ли целитель на расстоянии помогать другому человеку что такое вообще целительство расскажу возможно примеры наших таких успешных целителей которые умудряются дистанционно излечивать даже тяжелые заболевания для человека не нужно никакие особые качества человек не должен быть врожденным целителем и иметь какую-то мега большую силу для того чтобы исцелять других людей сама система которой я обучаю она совершенно имеет другие концепции и они не связаны не с отдачей энергии не с принятием энергии не с богом не с душой не с чем то есть если человек выполняет все то о чем я говорю у себя на семинарах трехдневный семинар целительства то любой человек даже человек без образования не умеющий никогда не исцелявший кого-либо может успешно это делать и и доказательства этому многочисленные мои ролики где просто глобально большое количество людей написала мне хорошие отзывы и написала спасибо андрей андреевич за исцеление там позвоночник перестал болеть поджелудочно излечилась и тогда почему многие из вас когда смотрят мои семинары хотят со мной общаться школа стала очень большое количество людей которые подписываются ежедневно стало большим и популярность в общем то стала большой сейчас уже есть видео в тик ток которые раз в неделю набирают за один миллион просмотров также в ю тубе раз в месяц какое-нибудь видео залетает и набирает больше миллиона просмотров и каналов много популярность растет на улице узнают и так далее и много людей пишет конечно же многие люди хотят личные персональной встречи их прекрасно понимаю но дело в том что персональная встреча это сложно мне нужно приехать я живу не в самом городе и мне для того чтобы выехать из дома необходим шофер автомобиль после этого 30 минут езды в город киев после этого где-то встреча один час после этого возвращения домой или там дальше какие-то встречи и это все в графике не очень удачно может совпадать также есть целый ряд поездок потому что занимаюсь сейчас компании мизония мы открываем новые магазины открываем в отелях открываем в разных регионах свои магазины сейчас переформатируем подход с бадами и так далее это все глобальная работа она занимает очень большое количество времени и конечно же вот такая персональная встреча это для меня чрезвычайно тяжело но я хочу но и у меня есть предложение такое что я могу дать вам во время персональной встречи во время персональной встречи вы у меня зададите четыре вопроса почему я болею почему на меня влияют возможно захотите узнать свое будущее немножко я о нем скажу и скорее всего захотите каких-то рекомендаций за этот час вы максимально мне заплатить и не знаю от 30 до 100 долларов и я могу сказать что для меня эти деньги подъемные в день я зарабатываю сумму намного больше это займет у меня много времени потому что поездка от меня туда и оттуда обратно это уже 100 долларов после автомобиль у меня дорогой так но у меня есть предложение приходите ко мне на марафон здоровья я знаю как вам помочь у меня есть новые механизмы и новые методы которые работают в сотне и может быть даже в тысячи раз эффективнее чем были в прошлый раз я знаю каким образом можно излечивать быстро суставы стоп суставы коленей суставы тазобедренные суставы локтевые артриты полиартриты артрозы я знаю как воздействовать на человека чтобы уменьшить размер опухоли особенно неоперабельные глубоко находящиеся я знаю как делать так чтобы прямо во время этих вебинаров которые будут кстати проходить 14 дней подряд каждый день по вечерам помочь вам сделать так чтобы эффект был уже на 1 2 3 день также во время почему такой длительный период дело в том что это даст возможность максимально отработать с вами по вечерам после работы вы сможете присутствовать во время этого марафона и сможете на протяжении дня задать мне в телеграмм свой вопрос с кем-то даже пообщаюсь кому-то напишу свои рекомендации для кого-то проведу персональный прием также огромное количество всевозможных технологий моя работа будет идти и с утра до вечера и вечером еще и ночью буду специально для вас работать потому что многие люди находятся на другой стороне планеты и это дает мне возможность работать еще и вот таким образом ну что ж давайте попробуем ответить на ваши вопросы поэтому не ищите встречи скорее всего такая встреча не состоится также не обижайтесь хотя не реагирую на чужие обиды но все равно вы не обижайтесь потому что вы пишете мне письмо я не отвечаю находите мой телефон пробуйте мне звонить я не отвечаю тогда нашей школе на сегодняшний день прошло обучение огромное количество людей она уже превосходит сотни тысяч людей получили и первую ступень и посвящение первой ступени кто-то прошел и не прошел дальше кто-то прошел и прошел но количество людей которые рано или поздно обращаются ко мне она велико на протяжении дня в любом абсолютно в любой социальной сети такой как telegram вайбер ватсап я получаю огромное количество писем иногда может варьироваться до 600 то есть если вы мне пишите письмо андрей андреевич я прошу там то-то то-то то после этого знайте что она может быть одним из 600 если у меня нет времени на протяжении дня посмотреть на эти письма то на следующий день я его не увижу она просто улетает вниз очень часто из-за этого человек думает что я его игнорирую а это в целом не так также вы должны знать что социальных сетей много это вайбер ватсап telegram есть еще instagram есть еще какие-то запросы которые вы пишете на электронную почту и мне для того чтобы переработать это все необходимо тоже большое количество времени поэтому случае если я не отвечаю или каким-то образом не получается ну тогда что я могу сказать нас много а я собственно говоря один поэтому приходите на обряды приходите на мои семинары приходите на семинар марафон его ссылку я здесь указал сегодня и начнем работать и начнем себе помогать ну в начале давайте я отвечу на ваши вопросы это галина борисенко огромная благодарность андрея андреевич за советы знания добру и заботу о людях гожусь что стала ученицей школы кого с мира и процветания очень часто большое спасибо вам галина борисенко очень часто я говорю своим ученикам друзья мои берите у меня прибежище что это обозначает часто человек нуждается в какой-либо практике но из-за того что в эзотерических школах или в эзотерических направлениях обычно большое количество практик всевозможных как в наверно как в карате или как в каком-либо боевом искусстве выбрать какой-то прием очень или чрезвычайно сложно и человек когда попадает в какую-то ситуацию зная тысячи приемов в итоге продолжает заниматься тем что он умеет рефлекторно делать именно поэтому вот такая рефлексия она мешает вернее она помогает человеку и самая простая практика которая помогает человеку быстро преодолеть препятствия ли быстро себе помочь или быстро каким-либо образом справиться с болью с операцией с какими-то проблемами процессами нервами паническими атаками и так далее это получение прибежища ученик моей школы который прошел первую ступень от начала и до конца купив ее за свои деньги эту ступень таким образом он считается моим учеником имеет право брать у меня прибежище так как говорить андрей андреевич помогите мне пройти таможне андрей андреевич помогите мне там то 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 сделать или андрей андреевич помогите чтобы там магазин заторговал или андрей андреевич помогите таким образом человек берет прибежище а я ежедневно по занимаюсь тем чтобы давать такое приближище своим любимым ученикам ради вас собственно это все и устроено с вами и живу и всем стараюсь максимально вот таким образом помочь на ночь перед самым сном читаю 108 раз мантру он крестная вас у давая хор и парам отманы пара татк лишь она шага виндая намах что условно звучит так пусть великие боги вишну кришна помогут человеку избавиться поможет моим ученикам избавиться от тяжелой судьбы а по утрам читаю он бурбу ахсахат ацави турвары ним боргода седа мохидию на чуде что условно обозначает пусть тепло наших сердец согревает тех людей которые нас любят и пусть разрушает наших врагов и после чего читаю мантру нашей школы перерой рерой объединяя учеников между собой что условно является определенным слогом который желает абсолютно всем ученикам школы по моему 120 там или 121 121 на пожелание определенного счастья чтобы родители любили чтобы дети родители любили чтобы здоровье было чтобы деньги были чтобы деньги были у вас и деньги были у ваших детей чтобы ваши дети вас любили и вы детей любили чтобы это многие не болели чтобы руки не болели чтобы артрит не развивался чтобы кровь чистая была то есть вот такие чтобы везение было и так поэтому быть учеником школы это хорошо проходите мою первую ступень нато добрый день рада вас слышать и видеть снова очень нравится ваши эфиры мантры и вообще отлично все что идет от вас и ваш позитив конечно же ура стр добрый день уважаемый андрей андреевич можно ли аккумулировать себе любовь и счастье накапливать и наслаждаться этим когда человек рождается и лежит то человек начинает коммуницировать внешним миром каким образом это происходит человек начинает чувствовать как большое теплое существо кормит его и заботиться о нем в этот момент появляется чувство чувство появляется в тот момент когда человек понимает что он ничего не дал а ему что-то дают это как солнечные лучи они отражаются фотона отражаются от чего-либо и там дальше начинают лететь точно также и любовь что такое любовь любовь это прежде всего не накопить а прежде всего сделать что-либо для кого-либо дело в том что когда вы живете в кругу людей то любовь настоящего момента она связана с безвозмездным желанием что-либо сделать для другого человека когда кто-либо что-либо для другого человека делает то тот человек которому вы делаете он отправляет вашу сторону чувство любви именно поэтому накопить чувство любви вы не сможете но вы можете его получить от другого человека если осознанно будете для этого человека или для группы людей или для кого-либо делать что-либо хорошее какие есть элементы которые могут помочь человеку накопить и увеличить любовь по отношению к себе самый важный компонент это настраивание себя на то что вы можете прожить как добрый человек настройте себя что вы сегодня миллион людей живут обычной жизнью у миллионов людей есть претензии критика ненависть у миллиона людей есть ненависть критика претензия злость но у единиц есть доброта только у единиц вот эти единицы это люди которые служат высшим силам которые ориентированы на добро добро объединяет добро собирает добро делает человека счастливым и здоровым злость это критика злость это претензии злость это ненависть злость это ругательство вот эта злость она повсеместно она проросла корнями я понимаю даже и знаю причины почему такая злость буддизме это называется ну не важно как называется невежеством мы живем в веке калиюги это век невежества почему нельзя почему человеку вернемся все-таки доброте ориентируйтесь на то чтобы проявлять доброту человек может ориентироваться на то чтобы проявлять доброту если бы в этом мире люди бы сориентировались на то чтобы проявлять доброту больше чем проявлять злость свою а злость проявляется в том что человек критикует кого-то имеет претензии то есть люди встают и там ты то не делаешь ты то ты не такая то не так это не так это не так я не такая они не такие у них не так это не так то есть видите как много кому служит этот человек силам зла а как может быть в тот момент когда хочешь ругаться не ругайся тот момент когда хочешь на на хамить промолчи доброта и есть бог понимаете если люди ориентируются на то чтобы проявлять доброту то они ориентируются на то чтобы получать и накапливать любовь чем больше доброты человек проявляет и это начинается с лица улыбайтесь говорите хорошее неплохое молчите если хотите поругаться старайтесь не быть участником конфликта старайтесь особенно это делать для своей семьи наша доброта начинается внутри нас почему вот представьте себе огонь он находится у вас этот огонь в чаши и все вокруг вашей семье находится в вокруг этой чаши и говорят как нам тепло как нам хорошо а кто сделал огонь вы говорите я сделал огонь да нам хорошо вокруг тебя мама папа там дедушка нам так нравится мы все греемся что такое огонь огонь это божественная доброта почему они греются потому что мы проявляем эту доброту улыбаемся мило разговариваем проявляем чувство остепенения не проявляем свою агрессию критику не проявляем свои претензии бесконечно алкогольные и после этого люди вокруг они становятся теплее 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 доверяют вам появляется доверие все становится вокруг теплым но почему не стоит это навязывать другим людям возьмите уголь и бросьте в другого человека там будет пожар именно поэтому со своей добротой в чужую семью лезть не стоит поэтому если я возьму и буду говорить лена да он к тебе относится плохо я проявляю к тебе доброту бедненькая не нужно я жалею тебя конец и лени и семье вы взяли свой уголь и бросили лени тогда вы являетесь источником зла поэтому коммуницировать можно а накапливать не нужно мы не накапливаем доброту почему потому что на мою никто не дает почему боже у нас на лице написано что мы какашки в большинстве своем на людей смотришь на лице написано что человек вредина мы не контролируем с возрастом становимся кислыми вредными бах при этом всем пытаемся доказать что мы там верующие или там мы хорошие много всем делаем не надо себя обманывать не надо себя обманывать я вижу людей понимаю почему у людей так происходит большинстве своем люди врединки в большинстве своем пусть этот мир изменится пусть люди будут добре ольга куча доброго дня андрей андреевич миссин перешел до 6 класса дужу хочет чтобы он майбутнему мал хорошую профессию на вашу думку в она повязана возле вас медицину и чему краще брата иншу деятельность сын ольги кучняк кем должен работать все что будет связано с дизайном строительством даже компьютерными программами ему будет подходить любовь ефременко любовь джейма андрей андреевич сегодня от меня ушел муж вернется ли показывает что да не ушел а пошел если он уходит зачем он вам нужен елена 56 подскажите можно ли мне заниматься таро не навредит не навредит огромное спасибо за ответ на прошлом семинаре пожалуйста марина добрый день андрей андреевич подскажите с чего лучше начинать с первой ступени или с курсов целительства яснознание лично для меня целительства там мия шокрина слава творцу и слава украине слава засула так доброго мирного дня я питаю зараз не буду задавать я хочу подякувати всесвяту что вы есть ой дуже мені приятно я я дуже счастлива что зустрела ваше любляче сердце до всех людей я не перший я не перша людина яка каже что потрібно людині бути доброю я не перша и мне очень приятно что я та людина яка может это донести до інших людей багато в мене было багато было направлений у житті я могу сказать что это меня дуже підтримало и дало мені заснаги и дало мені воли якоюсь внутреннюю и так далее до речи хочу сказать вам люди часто мені кажуть і питають андрій андреевич будь ласка яким чином зробити щоб там на тій стороні врагів ворожен цих побити розбити як там зробити я хочу вам сказати їх 120 млн а украинців 30 млн якщо украинці не ненавидять не знаю як це буде і проявляють свою ненависть на них то это я перейду на русский то это как лбом в лоб 120 млн ненавидящих 30 млн победят они этого и хотят и тогда будет проигрыш что нужно делать нужно делать так нужно всем вместе в этой стране настроиться на семьи и обожать семьи обожать детей если бы сейчас сегодня все бы сказали смотрите в этой стране сказали бы я люблю свою жену я люблю свою сына сынок иди ко мне тебя поглажу иди ко мне моя дочка я тебя поглажу мне нравится как я просыпаюсь мне нравится как я живу обожаю их обожаю и утром садитесь и там каждый друг для друга это все создало бы такую вибрацию при которой проблем с тем чтобы дать украине помощь или денег или еще чего-то не возникло бы почему потому что это как дать ребенку потому что в стране которые обожают друг друга дают все сколько хочешь а в стране в которой ненавидят разрывают всех потому что когда ненавидят то тогда стараются разрываться во все стороны разбежаться навредить поломать почему бежать ломать рубать убивать у людей которые живут несчастливой жизни можно сказать как все закончить они скажут взорвать все то есть я врач ко мне приходит человек и говорит у меня есть поражение говорю да у вас поражение от зубов до пальцев ног и у вас поражения какие но у вас там туберкулез легких цирроз печени там нефроз почек почечная недостаточность больные зубы возможно там глистные инвазии панкреатит у вас там проблемы крови амилаза там проблема поджелудочной железы проблема щитовидной железы гипофункция это иммунный тиреодит и так далее скажите я скажу другому человеку скажу а как же лечить этого человека то человек должен сказать а давайте его на хрен зарежем это вообще что это по-человечески то есть иисус христос две тысячи 24 года назад обучал людей тому как быть милосердными вы же забыли поэтому нет поэтому я как врач говорю если человеку плохо и у него все плохо и так далее то этому человеку нужно как ни странно собирать из большого количества больного человека плавно по чуть-чуть изменяя его помогать ему по чуть-чуть создавая одного здорового человека ломать не строить много ума не надо зло настроено на то чтобы ломать добро сложнее делается добро это созидание и добро это терпение и добро это милосердие и добро начинается разрушение начинается с внешнего мира добро начинается с внутреннего добро начинается с тех людей которые рядом с нами живут поэтому когда давайте жахнем, давайте проявим ненависть. Нет, да давайте начнем обожать тех, кто вокруг нас. Когда вы будете обожать тех, кто у вас в семье, то появится желание помогать и тем, кто вне семьи, потому что добро расширяется медленно, зло зато оно расширяется быстро, потому что оно ориентировано на внешнее, а добро ориентировано на внутреннее. Но добро, оно как огонь, оно греет, оно теплит, и оно Богом прославляется. доброго дня андрей андреевич потребна ваша допомога сыну 36 роки в нем а дита и порад еще робеты у меня есть препарат хороший этот препарат называется короныш и второй препарат кинскит случае если проблема детей которая сейчас есть у них она не связана с их физиологическими проблемами то есть там сперматозоида активные у девочки там хороший анти мюллеровский гормон нет проблем с прогестероном и страдиолом мужчины нет проблем с тестостероном то есть по-другому нет проблем со здоровьем а дети не появляются то тогда можно попробовать данные препараты они действительно очень эффективно помогают еще кто влияет на кто тормозит появление детей в индийской мифологии считается что шани или сатурн блокирует появление детей блокирует появление детей и говорят что это может быть случае если человек навредил птицам синего цвета так во сне или наяву как-то так считается что шани или бог шани брахмада он едет на голуби синего цвета и у них считается что в случае если нет детей то необходимо поставить кормушку где есть голуби и кормить голубей так чтобы там были синие голуби считается что если кормить голубей посвящать это рождению ребенка то тогда бог шани убирает у человека неприятности и дает возможность ему иметь детей поэтому кормить животных синего цвета и кормить особенно голубей это значит убирать неприятности и в дальнейшем иметь детей голубей у нас слава богу хватает великолепный метод пожалуйста используйте наблюдением он и лизы спрашивает буква за это здравствуйте очень прошу дайте найти обручальное кольцо только на вас осталась надежда то есть вы хотите чтобы сейчас искал обручальное кольцо четверг четвертого числа дала обещание не терять не оставлять вещи не выпопад нет вы до свадьбы его не найдете но не переживайте после свадьбы вы его найдете оно находится у вас на самом видном месте и возле выхода из квартиры или дома где вы живете из квартиры по правую сторону лежит на чем-то белом мне кажется это вообще постель светлана вар пол андрей андреевич вопрос мне стоит уезжать израиля в украину да вам очень тяжело в израиле жить я прямо смотрю у вас прямо слезы они дальше у вас как расширяется вот этот поток и будете очень страдать нет нет вам ну тяжело там вам это точно не ваша страна вы очень страдаете она вам как-то не зашла оксана гречинская доброго дня уважаемый андрей андреевич 13 лет одиночества смогу ли еще встретить своего мужчину показывают что сможете встретить марина скляр выиграю ли я суд вернут ли мне дочь спасибо это произойдет не быстро но ваша семья ваша и дочь и вы воссоединитесь не быстро но это произойдет андрис эльхенбаумс то украшение про которое спрашивала не купила карту заблокировал два раза было в банке но не отблокировал по со мной так постоянно если у человека есть блокировки блокировки отдачи то это блокировки отдачи которые связаны с тем что у человека есть блокировки отдачи как человек обычно отдает если человек хочет что-то сделать он должен допустим человек должен сказать себе я выхожу встать и выйти если человек делает так я выхожу пошел к двери потом забыл повернулся идет обратно или я вот хочу это сделать переключился еще на что-то вот это все называется блокировка намерения поэтому не обещайте и не делайте нельзя этого делать обещайте что-то кому-то старайтесь делать говорите о чем-то старайтесь чтобы это произошло если намерение у вас есть там открыть дверь откройте если взять что-то возьмите если поесть поешьте а так ночью обычно эти намерения происходят следующим образом человек лежит и у него булькает золотил он говорит надо пойти покушать надо пойти встань иди и поешь это твое намерение так будут люди потом с тобой рассчитываться человек лежит и говорит так надо пойти нет нет не надо пойти надо потихоньку нет нет не надо надо потихоньку нет нет не надо надо пойти надо пойти вста не иди не блокируй свои намерения иди ешь ничего страшного весь мир в труху почему тогда и люди будут у вас покупать человек будет приходить к вам и говорить так хочу купить-то покупаю и забирают а так будет так хочу купить но не знаю подумаю то хочу как не знаю подумай видите это намерение мы их блокируем а наша энергетическая структура она обучаема хоть и ментально как бы несущественно поэтому она обучается проявлять именно таким образом намерения и по отношению к нам также намерение проявляют другие люди почему мы есть отражение этого мира поэтому если вы говорите пойду покушаю нет не буду ли я позвоню нет не буду звонить я скажу нет я не скажу что это такое хотите делайте валентина черна доброго дня скажите будь ласка че выда моя донька алена 41 рик замещ в она разведана майдо выйдет за серёжу че сашу галина близ когда будут улучшения в здоровье благодарю вас так о вас почему они должны быть вы ничего не делаете для того чтобы у вас были улучшения в здоровье то есть вы как жили вот такой жизнью обычной так и живете почему не изменяя ничего в жизни у вас должны произойти изменения в здоровье ним ничего не могу понять почему то есть если бы у вас была работа какая-то над этим здоровьем тогда могли бы быть изменения так вы не меняя ничего и не делая ничего для этого ничего и не получаете и дальше вот деградация это происходит к сожалению наталья скажите почему эзотерические практики у меня срабатывает намного лучше и быстрее на приграничных территориях чем глубине украины когда человек просыпается утром есть люди которые рождены для того чтобы делать зло это люди которые ориентированы самого детства там уколоть ударить иметь претензию сделать больно постоянно критиковать есть дети которые наоборот там стараются поддержать если кто-то плачет обнять это частое явление люди рождаются с этим есть тип людей которые живет по принципу служить злу то есть они вокруг себя делают очень много зла это там это комментарии какие-то критика это звонки это бесконечное там из изматывания близких это абьюз я это называю это может быть даже через внешний вид плохой запах от человека внешние проявления нетерпимости негативы так далее такие люди обычно служители не не теплым силам и не добрым силам и когда человек делает эзотерические плат практике в случае если они нас настроены каждый человек служит каким-то силам случае если эти силы деструктивно они могут тоже помочь человеку и денег больше заработать и быть более богатым и так далее и конечно больше всего силы там где больше всего крови и конечно нужно меняться нужно изменять себя нужно изменять свое поведение нужно сказать себе мы очень часто кстати думаем находясь рядом с близкими или находясь рядом с кем-то что мы создаем вид умного хорошего и доброго человека но это не так это не так всегда когда вы живете вот у меня была встреча такая недавно такая девочка красивенькая у нее сестра мама они так с ней возятся с этой девочкой она да ей уже почти 30 лет она никогда не работала она никогда не чему она ничего не умеет делать там и так далее но она дома маме помогает тому брата там ребенок родился она с ребенком помогала она нереально хорошая хорошая такая и вот как то я с ней начал общаться и говорю ей говорю ей да ка что я говорю у тебя у тебя хорошая судьба у тебя хорошие родители все теплые и тут она говорит мне я вам андрей андреевич хочу сказать я их ненавижу как почему и она говорит папа в детстве меня обижал он мне постоянно говорил я не такая я не такая я не то мама все время мне говорит я не такая я не то я не такая я не то сестра говорит что я дура я не такая я не то никто мне не поддерживает мне никто не любит никто вообще я одинокая вообще живу вот так вот для всех на меня никто не обращает внимание и так далее милая моя что с тобой у тебя есть проблемы у тебя есть проблемы потому что твоя жизнь прекрасная ты нигде не работаешь они все тебя содержат к чему я это говорю дело в том что так мир устроен когда мы думаем но если сказать родителям это они не поверят потому что отец ее сто процентов искренне считает что его дочь его обожает сестра или брат сто процентов уверены что она обожает и мама сто процентов в этом уверена а это не так и получается такая красивая добрая теплая девочка с таким вот большим толстым червячком внутри ненавидящим и не умеющим прощать вы представляете и это так очень часто происходит там мать которая бесконечно работает содержит своих детей очень сильно помогает всем вокруг потом приезжает оказывается что она всех достала и и все ненавидят и куча претензий к ней и так далее и она говорит меня они все обожают меня все обожают обожают ваши деньги отправляешь а потом приходит время становится старой и вообще никому не нужной и потом деление имущества и потом кто будет смотреть за престарелой мамой вообще неизвестно ну вот так она знаете поэтому когда человек говорит я хороший или я добрый ли я теплый то нужно разобраться насколько это происходит самое страшное что есть у человека это претензии не предъявляйте претензии этому миру старайтесь жить без претензий я говорю вам серьезно если человек живет при без претензий то высшие силы ему дают просто так что он захочет даже не желайте денег квартир машин мужа ничего бог вам даст если вы хороший человек бог вам даст так много для счастья что вы даже будете чуть-чуть в шоке от того большого количества счастья которое есть а где находится вот это соединение человека с богом в груди вот там должно быть всегда приятно вот если найти там точку как говорил наш шеф ури где у электроника кнопка так вот кнопка соединения человека с богом во всех книгах это написано эзотерических находится у него в груди вот если там приятно то если там приятно на протяжении дня тысячу раз держитесь ваша жизнь будет идеальной даже не нужно ничего хотеть потому что высшие силы дадут вам больше чем даже вы захотите просто человек говорит вот бы мне однокомнатная вот бы мне однокомнатная а потом говорит то пусть мне бог даст я не знаю какая мне там пусть будет какая хочу счастья и потом не однокомнатная дворец посредине королевства самым лучшим самым нужным самым приятным женщинам или мужчинам ну к этому нужно вырасти как бы духовно лена кравчина дорогий наш учитель о это я подскажите допоможить техника вимолювана для сына чтобы стал спокойнее и почао дру и почао дружно жить в семье с невесткой и дитиною его проблема така целком основна вона заключена в том что вин дужи ображався на батька и дужи ображався на матерь свою и ему потребно покаяться сказать это нужно ему смотрите как его можно быстро изменить нужно ему позвонить и сказать я тебе хочу что-то рассказать мой сынок когда-то у меня с твоим папой была история и он сказал как тебя любит он сказал о том как он тебя любит как он тебя обожает и хоть хотел бы попросить прощения но вот не смог он такой человек тяжелый я хочу тебе сказать всю жизнь я жила только одной мыслью чтобы тебе было хорошо просто так тебе говорю ничего от тебя не хочу просто об этом знай мы не просто тебя любим и расти ли не просто для того чтобы ты там жил не жил ты просто должен знать мы тебя обожаем в этот момент открывается у человека счастье если ему мама родная может это сказать один раз даже по телефону ему это скажите один раз ему по телефону скажите это и это сто процентов изменит целиком его судьбу вообще целиком и начнет хорошо относиться к маме к невестке и к детям и так далее потому что это все кармическое а вымоливание цепотим валентина бондар внучка ангелина 23 года встречается с парнем бруно уже год можно дарить на годовщину поженится ли они показывают что поженится такой этот бруно колбасняк такая девочка хорошая такой бруно себе видите тоже у девочки них не очень хорошая карма раз бруно а наши девочки хорошие а бруны все такие вот здрасте андрей скажите боги других религий что с ними делать и можно ли их использовать в эзотерике милые мои друзья раскройте глаза высшие силы использовать нельзя у высших сил можно только попросить поклонение любым высшим силам это фактическая просьба поэтому поклоняясь сарасвати ум приобретете а ганеш и защиту и красоту а хануману станете получите защиту от врагов а иисус христос убережет от зла какого-нибудь иисус христос поможет человеку быть добрее потому что иисус христос многократно проявлял свою доброту даже в тот момент когда мог сказать что вы предатели и там помните дайте истории а будда говорил о том что терпение должно быть о том что добрым должен быть человек вообще просматривая все абсолютно религии всех абсолютно богов в большинстве своем самые наверное ну нет конечно не всех но самые популярные они проявляли всегда милосердие макси от максимальное терпение к людям конечно же не все конечно же не всегда терпения и так далее но здесь есть тайна когда люди открывают ветхий завет и читают истории ветхого завета то они должны знать что это эпос это эпос иудейского народа то есть это эпос как бог создал человека который был который в до из которого появился потом рот и потом помните царстве или цари то есть там говорится о царстве от царях иудейских о том как они сначала получили знания божественные после этого получили скрижали после этого получили завет божий после этого начали соблюдать заповеди пытались перейти с одного места на другое сохраняли свои идеи делали ковчег не закрываем аж не закрывай делали ковчег там делали и так далее это вот история царей от моисея до суламиф известна эта история то есть начинается это все моисеем и заканчивается это оплачем на заканчивается еремии не суламифа еремии и вот это почему она такая кровожадная дело в том что кровожадность этого ветхого завета она не связана с тем чтобы напугать человека она связана с нейролингвистическим программированием людей почему это дело в том что я заметил и могу прямо на сто процентов говорит что если взять саму библию или ветхий завет или тору и создать определенную звуковую вибрацию этой книги то появляется определенная вибрация данная вибрация она на сто процентов такая которая отбивает или разрушает плохое все вокруг человека то есть устраняет зло устраняет убийство устраняет разрушение я поэтому часто говорю прочитайте от начала и до конца вслух библию и все неприятности которые написаны в этой книге никогда в жизни с вами не произойдут то есть вас не засыпет пеплом ваших детей не убьют ваших вы не пострадаете от сильного вы и так далее вас не придадут у вас не будет там есть еще и такие нюансы которые описывают там гомосексуальные отношения этого не произойдет и описывают блудливость и блудливость этого тоже никогда не произойдет то есть вот это все о чем пишется она создана таким образом чтобы человек прочитал выбрал свой путь и в большинстве своем разумный человек когда это читает он как бы моделирует или программирует себя и этого не произойдет точно так же и нужно читать и остальные священные книги эпопеи или история иудейского народа это ветхий завет там победа и забирания грехов людей это евангелие на райана этой эпос индийского народа допустим арабский арабский эпос это эпос пророка и бога их общение кстати слово мухаммед только один раз используется в коране ну и так далее ежемного религий знаете поэтому читают почему у человека почему человек который движется в духовном пути или на духовном пути почему человеку необходимо знать или прочитать хотя бы один раз от начала и до конца читая один раз от начала и до конца что-то происходит с нашей душой до когда читаешь так все не интересно засыпаешь там вообще ничего не понятно там но когда один раз прочитал что-то там отложится не отложится не имеет значения правильная вас запульсирует прочитав коран становишься добрым теплым хорошо к семье относишься прочитав евангелие становишься добрым теплым хорошо относишься к близким эгоизм исчезает хочется жить для кого-то прочитал библию становишься сильным целеустремленным решительным отважным прочитав пхагавадгиту становишься спокойным не так тебя беспокоит будущее потому что появляется какая-то уверенность завтрашнем дне ну и так со всеми знаменитыми упанишады прочитав появляется вообще какие-то идеи космические появляются картинки жизни начинаешь по чуть-чуть по-другому вообще мир видеть но прочитать это же набор слов знаете они тайны закрытые их читать нужно просто читать поэтому боги других религий не нужно имени как пользоваться потому что человек создан для того чтобы ну так пишут восхищаться и просить у них поэтому восхищайтесь и просите но точно не пользуйтесь вообще выкиньте это слово я буду пользоваться замбала и буду привлекать свою жизнь деньги все не будет ни денег нет замбалы получите еще по голове это у вас еще до сих пор вот такой вот эффект пользователя кто такой человек чтобы пользоваться высшими силами кто такой человек их нужно расположить вот смотрите когда ребенок бешеный его хочется воспитать кто будет воспитывать родитель а если ребенок хороший ему хочется дать хорошее образование да а кто будет давать родитель тогда смотрите то же самое с людьми если человек бешеный если вокруг него совершенное бешенство если он всех колотит вокруг себя у него будет удары судьбы несомненно если человек хороший ему будут помогать высшие силы несомненно тогда с чего необходимо начинать собственной души милые мои олен артюшенко витаю андрей андрич дякую за вашу работу олено 44 роки подскажите ввиду я замуж за олександра якщо так то коли только на один вопрос замуж скорее всего выйдете а вот коли не скажу что мы не чекать на новой работе третий вопрос по одному за чеки марьям здрасте уважаемый андрич я переезжаю в сша штат филадельфия в ноябре будет ли для меня удачным да ольга тихова если в разводе с мужем мы не общаемся можно ли чтобы дочь конечно это одна семья и пусть если он будет общаться он будет ей помогать вообще почему вы запрещаете девочки общаться с отцом никогда этого не делайте если девочку настраивать против отца она перестанет травиться мальчиком это проблема рода кармическая вам не повезло с этим мужчиной так вашей дочери пусть повезет он же для нее отец будет помогать у него появится мотивация все нормально у меня такая история была в моей жизни я жил с девушкой она мне родила первого сына у меня первый сын от другой женщины это было в далекие годы моему сыну 24 года и очень долгое время когда ему было семь лет мы расстались на то был ряд причин это причины здоровья моего и причины у нее там она очень создала свой бизнес у нее хорошо получалось и нас уже ничего между собой не сдерживала жить ради ребенка мы решили что не будем не было претензий не у меня не у нее никаких так вот в дальнейшем она заняла позицию такую при которой хотела чтобы я помогал семье потому что семья получала мало а хотела за счет меня жить и я старался давать то есть говорили что это там на школу или еще на что-то на самом деле с этих денег жила вся семья так продолжать очень много лет но потом ребенок ко мне переехал уже с возраста где-то 17 лет живет со мной вот беспрерывно вот до 24 лет сейчас у него своя квартира он живет отдельно от меня к чему я это говорю если бы тогда она и она не давала мне возможности с ним общаться то есть никакой то есть пока он не вырос никакой возможности общения не было я потом у нее спрашивал почему ты мне не давала с ним общаться и она говорит дед если бы ты с ним общался ты бы нам не давал а я говорю напрасно потому что если бы я с ним общался то я бы общался и с вами и помогал бы и вам и ему потому что это дало бы мне возможность и понимание того что нужно заботиться не только о нем а еще и о вас раз у вас проблемы уж вас в беде бы я не оставил тогда вопрос зачем нужно было это делать не совершайте в жизни вот таких ошибок правда лариса тиреохова ваша ученица застанет вать ты же не дуже часто почала крутит из голова особливо письле сну счетцы может будто мабуть у вас падает давление артериально или наоборот растет измеряйте давление сейчас перепады давления это частое явление меняется весна на лето лето навис лето на осень сюда я заблудился меняется лето на осень а это как правило связано если у человека утром очень голова кружится это говорит о том что у него скорее всего есть листа с шейном отделе то есть проблема позвонка и этот позвонок нестабильный как привести позвонки в стабильное состояние лежите на аппликаторе кузнецова купите пластмассовый аппликатор кузнецова и ложитесь также если кружится голова самого утра это говорит о том что возможно у вас отек на фоне аллергии повышенное артериальное давление второе возможно легли голодной ночью потеряли калории утром стали с анемией то есть почему сказать не могу вашем случае это скорее всего связано как раз с повышением давления артериального со спазмом сосудов голове и как раз листозом позвоночника шейного отдела и ирина че джейма андрей андреевич беру в рассрочку квартиру правильно или у меня выбор именно на эту квартиру справлюсь вообще хочу сказать что вы совершаете неправильный поступок вы не сможете ее выплачивать эту квартиру и не будет у вас прямо того что вы хотите знаете и она такая у вас будет не успешно и простите за слова я не смог удержаться чтобы это не сказать вы конечно вправе делать все что хотите вместо вас не принимаю решения но если знаете что то то хотя бы травку можно подложить у вас не получится ее выплачивать вы залезете в долги и с этим будут связаны целый ряд проблем как бы неудачное время неудачная задача неудачный кредит неудачные проценты неудачный банк неудачная жизнь неудачная работа у вас так много всего неудачная а вы просто возбуждены не можете уже тормознуть назад поэтому извините ссоре я ни при чем здравствуйте андрей андреевич армида 44 моя дочь они 19 пошла учиться на первый курс как будет проходить учеба будет проходить тяжело для нее ей будет тяжело нужна ваша поддержка помогайте вера милостная желание начать работать на программе amazon компьютерные книги вместе с дочкой но она боится что не получится что посоветую на посоветуете нам целеустремленности начнете если каждый день будете на это тратить 45 часов то первые большие деньги начнете зарабатывать через два три даже больше лет но не ждите с первого раза и не ждите даже через год больших выплат а работать вам придется много поэтому получится до через шесть лет сможете зарабатывать в месяц по 20-30 тысяч долларов через шесть лет но через шесть лет упорного ежедневного труда по 10 часов каждый день или там по 7 часов каждый день включая субботу через шесть лет будете зарабатывать по 20-30 тысяч долларов пассивно а что я могу вам посоветовать терпение упорного труда не обращение внимания на то что не получается время которое вы потратите на это сможет вас поднять и вы сможете победить очень часто люди начинают делать потом проходит время отворачиваются и отходят это ошибка обычных людей нужно всегда знать что ребенок начинает ходить медленно 9 месяцев ребенка вынашивает потом тяжелейшие роды потом ребенок еще год пробует там развиваться потом он начинает делать первые шаги а уже до того момента пока он станет олимпийским чемпионом необходимо колоссальное количество времени упорной работы то же самое происходит когда человек начинает заниматься каким-либо бизнесом первые шаги всегда не успешны и они не могут быть успешными и никогда не были успешными так не бывает что человек захотел открыл и у него тысячи продаж не бывает такого вы должны знать что на amazon на сегодняшний день находится больше трехсот семидесяти по моему там тысяч пользователей тех которые представляют товары и скорее всего где-то тысяч 20 будет аналогичных людей таких же точь-в-точь как вы и вы должны будете работать с этими людьми по принципу конкуренции и вы уже сейчас должны знать как вы собираетесь конкурировать с этими людьми в чем вы лучше посмотрите опыт самых лучших посмотрите кто их контингент посмотрите как они представлены фейсбуке и так далее посмотрите если у них youtube каналы вот таким образом а так я за напечатала книгу ее g5 мне написал я ее опубликовала сами прочитайте дайте кому-то прочитать вдохновляется люди когда читают или не вдохновляются кто ваша аудитория читателей где эти люди представлены делайте уже группу развивайте ее публикуйте зачитывайте что-то в ютубе развивайте это как популярную тенденцию становитесь популярными в этом направлении вот так а так я книгу решила продать опубликовала книгу и так далее нет у меня была девочка она говорит андрей андреевич я хочу взять вашу книгу магия денег и вашу книгу хочу опубликовать на amazon на английском языке хорошо ну ты ее не продаж на говорит как я ее читала великолепная книга там супер вообще но не продаж я тебе говорю она говорит почему ну потому что конкуренция очень большая количество книг по эзотерике больше 100000 и конкурировать среди 100000 с этой книгой будет невозможно а еще среди 100000 20000 написали о магии денег а какое ну вот ты должна найти нишу людей которые на как найти так вот если бы знал прикуп жил бы в сочи как найти непонятно то есть это медленная анализ аудитории медленные а где этот анализ это отзывы комментарии какие-то и так далее которые вот люди пишут если вы к ним выходите там прямые эфиры еще что-то таким образом формируется мнение о своей аудитории это тяжелый путь добрый дня людям татьяна писать широкими и моего сыночка андрея 27 роки в зависть на покровском напрямку моя проблем с спиной меч лицевая грыжа пусть возьмет нашатырный спирт и в день по двора по два раза натирает позвоночник и межреберную невралгию нашатырным спиртом три дня и пройдет также пусть принимает не стероидные гормон не стероидные негормональный препарат ну там диклофенак или этом ну и мавалис можно можно афиду можно немесил в порошке два раза в день это у него воспаление но вот таким образом у него пройдет а еще хорошо если бы прогрел это место но нашатырный спирт сто процентов поможет быстро доброго дня андрей андреевич вы останье на дебов жены мои сил силы всовжды я бояк что нам а сил то бог допомогая и вбывая знаете просто ц и вот вы мне говорите нет сил молчите тысячу раз скажите нет сил заболеете онкологии умрете никогда в своей жизни не произносите эти слова никогда ни при каких условиях пока хотите жить не говорите нет сил самые страшные слова которые человек может произнести это у меня нет сил бог он начало и бог он конец тот кто создал тот и забрал помните об этом человек бездыханный лежа в утробе своей матери какой-то момент задышал в нем появилась душа бог дал эту душу тот момент когда человек дышал и у него вдруг в какой-то момент вылетела душа в этот момент бог забрал бог милостливый он дает матери ребенка бог милостливый он забирает тех кто потерял силы друзья мои не гневите бога потому что когда человеку плохо и нет сил в этот момент эти силы могут забрать у него душу больше вообще никогда никому не говорите если сказать тысячи человеком у меня нет сил после этого заболеете и тяжело умрете не делайте так никогда якщо коревник коревник знужи 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 зныважила доме наведнусь подходите говорит пошел в попку коревник пошел в собор парижской богоматери коревник собираетесь и уходите если вы боюсь работу втраты пусть весь мир потонет пусть вообще все разрушится вы своим вот этим нет сил убьете себя вас появится опухоли где-то в животе и потом через там какое-то время конец вам будет ради каких денег вы что по 250 тысяч гривен в месяц зарабатываете на тот мизер который вы работаете к вам плохо относится и вы чего-то боитесь пошлите вообще этого человека соберитесь и уйдите человек не должен тратить свое здоровье и терять свое здоровье потому что к нему плохо относится флаг всем в руки ничего не бойтесь нет не понимаю вас боюсь работу втраты а вы не бойтесь таня андреева термін контракту закінчився ще в квітне алены демобилизует який выход як допомогте вчините от вас ничего не зависит вы сделать ничего не сможете куды звертатись для ликования то видновления военный госпиталь он лечит ваши может лечить если у него есть какие-то проблемы я к сожалению пообещал определенным руководителям и определенным организациям в этой стране не давать никаких комментариев вот подобного типа простите это обязательное условие моей работы сейчас в медийном и социальном пространстве простите поэтому все согласно протоколу если находится уйдет когда скажут ему или когда его демобилизует можете что-то сделать складывайте ручки говорите пусть тебя отпустят мы тебя ждем дома пусть тебя мебализует и так далее также у вас есть военкомат идете с того военкомата где его призвали записывайтесь к военкому на личную встречу и говорите он болеет у него там болит помогите звоните они могут вот таким образом вам помогать гана санюк доброго дня не знаю чи можно задавати таки питания та мене мучает все это старший сын одруженный детей не маем моему молодшему сыну 37 а він до цих пир одруженный ну и что яка причина яка причина мабуть и в того и в того нема детей нема детей будуть не нужно переживать его одного и у другого вижу детей тоже мальчика все порядке чего вы нервничаете вам что нечем заниматься слушайте у вас столько есть дел которыми о которых можно переживать вам нечего делать все порядке у одного и другого родят они детей анатоль можно ли практиковать 43 утром вечером не хватает римда юлия костюченко 7 22 года никита сейчас на фронте будет ли фортуна на его стороне будет как защититься ему на протяжении дня представляете будто вы его кормите грудью а он вот вспоминайте когда он был маленьким ребенком прикладываете его мысль на груди пусть он пьет молоко а вы его гладь и говорите маленький мой любим тебя сыночек мой любимый мой золотой мой любим тебя родной мой золотой мой зайчик мой золотой мой любим тебя ждем тебя возвращайся обожаем тебя пусть все дороги для тебя откроется иди к маме мама обнимет и будет тебя всегда и вот так вот делайте в день четыре раза это его защитит андрей андреевич пожалуйста когда лучше безопаснее поехать в отпуск подруги в англию или в канаду как и когда в сентябре или в октябре все равно и в сентябре и в октябре поездка будет хороший вообще такая хорошая поездка такая веселая подруга вас наталья полтенко дорогой андрей андрей встречаюсь с доктором станет ли моим мужем скорее всего до наталья хороший дядя чуть-чуть с вывихом но так в общем-то все мужчины а вы тоже себе еще такая себе вреденка тот как ти предскажите будь ласка хочу смены то работал и не знаю че получится в мэна щось получится меняйте елена степанова не обращаясь к вам за советом решила как молиться и благословять мужа когда он путешествие чтобы все прошло без помех он вернулся здоровым и счастливым складывайте руки и говорите возвращайся ко мне мое солнышко мой любимый представляете дорогу от себя и до момента куда он должен уехать и потом от того места и до себя и представляете ее каждый день белого цвета все такое благословлять это славить его поступки и говорить пусть твои поступки будут праведными пусть твои поступки будут хорошими пусть твои поступки будут умными благословляю тебя пусть твои поступки будут счастливыми пусть твои поступки будут для семьи благословляю тебя вот таким образом происходит через слово пусть твои поступки то что мы можем программировать человеческие поступки именно поступки делают человека создают у человека неприятности поэтому любые неправильные поступки делают проблемы любые правильные поэтому благословляют на поступки виолета встречу я в этом или в следующем году своего мужа в этом следующем если в следующем то в конце года валентина пашкевич вы когда-то говорили что может быть сделайте вебинар на тему как работать в интернете чтобы заработать деньги актуально это хотите сделаю дорогой доктор помогите муж на войне ругаемся теперь часто не из-за чего из-за ее бывший да что с вами бывшая это значит в прошлом вы настоящая причем тут ругаемся причем тут чем больше вы ругаетесь и ненавидите этим хуже человеку ну и ничего страшного все будет в самом лучшем виде наоборот пусть будет жив пусть вернется пусть будет часть а пусть будет любовь а бывшие ну что у вас тоже хватает там всего если ковырнуть знаете когда ты иисус христос сказал что не нужно другому указывать на соломку в веке не видя своего собственно бревна вероника вербина мой сын на фронте получил контузию головные боли не проходят лекарства не помогает что вы можете посоветовать не ко мне к неврологу психиатру посоветовать ничего не мог моляю посмотрите абрама олег леонидович жив нет не отвечаю на эти вопросы никаким образом алиса бутинец дякую за ваши цикавы зустричи топорады живут а працюю за кордоном че потрібно сменить сменить и все переехать не на часе если будете переезжать будет хуже раз в 50 и у вас и так не сильно хорошо но все равно терпите таким образом вы купите себе хорошую судьбу в дальнейшем жить в радость творить в удовольствие хороший ник получится у меня развить свой бизнес том направлении которое выбирала очень тяжело будет идти как скоро мы сможем семьей приобрести свой собственный дом отдельный от тех с кем сейчас живем не быстро это произойдет течение ну минимум трех лет поэтому расслабьтесь и накапливайте деньги не стереть и в этом направлении вас еще нету бизнеса но вы уже дом собираетесь с чего чем больше вы строите пирамиду тем сильнее она падает для того чтобы не разочаровываться не очаровывайтесь если человек хочет очень сильно и работу хочет хорошие уже хочет развивать и дом хочет уже я что еще корабль еще в космос полететь конец тогда чем сложнее программа в будущем тем она сложнее в настоящем исполняется тем дольше времени это будет развиваться вот если дом мы хотим но еще бизнеса нет то бизнес будет развиваться десятилетиями какой дом живите как можете развивайте бизнес думайте только об этом думайте о бизнесе о деньгах больше не о чем доброго дня андрей андреевич я лише декілька днів як натрапала на ваш канал до того я націкавилося эзотерикой уважала всех эзотерики в шахраяма алена свій подив поверила вам и сердцем это ваше дело я ничего не могу сказать спасибо если это комплимент отлично сейчас я похвастаюсь каждое утро просыпаюсь я встаю и говорю как я обожаю свою жену потом стою и обожаю своих детей я обожаю то место где живу я обожаю сад который у меня есть я обожаю свои зубы когда чищу сегодня в спортзале велосипед крутила обожал а вчера был в бане мне тоже очень люблю баню парился я люблю кушать я люблю маму и у меня хорошо получается зарабатывать я помогаю друзьям я помогаю стране я помогаю людям в интернете и без интернета я выучился и за победил онкологическое заболевание но я им уже не болею у меня много детей счастливая семья и получается жить счастливо мы не ругаемся это по-настоящему у нас нет претензий нет склок я не посылаю никого мы ничего никому не доказываем моя жена счастлива я ее целую люблю она помогает в бизнесе сама как бизнес-леди реализовалась мне нравится как все происходит обожаю как растут дети все мне нравится и это все благодаря тому что я занимаюсь эзотерикой моя эзотерика дала мне помощь и это является тот путь который меня вдохновляет и помогает мне быть успешным потому что в мире в котором есть конкуренция среди обычных людей конкурировать обычному человеку такому как я невозможно с другими людьми что самым умным ты не можешь быть самым хитрым тоже самым сильным тоже самым я не знаю самой сексуальной нет самой красивой тоже нет самой хитрой тоже нет самой продуманной тоже нет и здесь может быть третья сила тот кто знает третью силу тот всегда добивается всего если взять всех самых знаменитых людей которых вы видите по телевизору то всегда рядом с этими людьми либо они эзотерики какие-либо либо рядом с ними находятся те кто является эзотериком рядом с каждым политиком добившимся высоких результатов есть либо религия либо секта либо какое-то лицо духовное либо какой-то учитель либо там кто-то либо кто-то так уж этот мир устроен рядом с царями были фараоны рядом с царями были служители рядом с кем-то были там церкова на служители и так далее так уж устроен этот мир одни допустим в израиле одни работают а другие с утра до ночи о них молятся поэтому у них и одни и другие помогают друг другу одни утром шма читают а другие бегут на работу и таким образом выживают поэтому обычно когда говорят эзотерика вся фигня а кто говорит так как то говорит неуспешные люди которые ничего в жизни не добились неуспешные несчастливые злые блудливые алкоголики вредины этом злобные ну так слушайте это их дело мне это даже не интересно я вообще даже никогда не заявляю что моя правильно и так далее у меня концепция ее для себя выдвинул и моя философия помогла мне обрести счастье в жизни даже если эта философия поможет из сотен тысяч моих учеников двум сотням быть счастливыми то это сто процентов говорит о том что я правильно это делаю и правильно то что я делаю это того стоило ради этого стоило жить я обычно не обращаю внимание если люди считают меня вредным какашкой если меня считают мошенником почему главное не поворачиваться лицом потому что пока тебе плюют на спину ты этого не чувствуешь поэтому лицом к плевкам я никогда не поворачиваюсь добрый день шановный андрей андрей чак что можно скажите будь ласка че буду я в паре че зустряну еще коханя все шесть роков самотности 50 втрати щиро вам дякую за подсказки позитив так будете еще у вас и и и и дучи и знайомства и и життя совместно совместно не знаю как это будет на украине светлана загур эвгур андрей александрович скажите пожалуйста если человек который мешает нашему счастью с мужем нету поэтому у нас нет детей нету не увидел такого счастья у вас которая мешает вашему счастью не увидел нет проблемы здоровьем у вашего мужа вот хорошо было бы ему со здоровьем знаете вам не вред надо искать а помочь своему мужу а так вы получается мужу не помогаете еще и стресс ему постоянно делаете коль газуева меня зовут оля мне 48 подскажите пожалуйста бизнес мужа угасает стою перед вопросом каком направлении развиваться психолог педагог и целительство целительство хорошо будет и розумом не питание в одному вашему видео вы кажете про корысть медитации да являясь бы в белому черному золотому а в иншему вы кажете еще такие практики может принести шкоду так и я еще раз говорю что да есть польза от того что человек может представлять себя и в черном и в зеленом и в желтом и есть вред от того что человек может себя представлять и в черном и в желтом и в зеленом и в голубом и в белом так допустим если есть онкология то можно это место наполнять белым внутри а если наполнять просто так белым то будет разрушение органов и появится панические атаки так вот видео скорее всего это отрывок и она была там опубликована для того чтобы не обучить человека а направить его на получение информации а получить информацию это значит пройти первую ступень эзотерической школы кайлас с этого необходимо начинать профессиональное обучение профессиональной эзотерики ребята мои нет нельзя наесться если вам бросают по маленькой крохи вы не сможете компилировать и объединить эти знания вырывая по одной крошке вы не сможете наесться это ловушка вот эти отрывочки по одной минуте это не знание и они могут как вредить так и помогать знаниями является полноценная ступень эзотерической школы кайлас хотите изменить судьбу стать удачным успешным жить как и я под флагом счастье и радость идите ко мне и проходите первую обновленную ступень школы кайлас я обещаю каждому кто прошел первую ступень школы кайлас обновленную обещаю что каждый человек получит обратно от меня деньги в случае если это ему никак в жизни не поможет и не изменит его судьбу я уверен что в большинстве своем люди которые проходят и покупают за свои деньги мою первую ступень и проходят ее от начала и до конца это люди которые разделяют потом свою жизнь до прохождения первой ступени и после прохождения первой ступени это в большом количестве подтверждено допоможить разе брата себя як же правильную азин допом их мабуть наталья иванова подскажите планирую переехать в какой район харькова безопасно было бы переехать спасибо самое лучшее место в харькове это место пушкинской и московского проспекта вот на московский проспект до станция метро киевская и вообще самое лучшее место это станция метро киевская станция метро пушкинская до барабашова на барабашова нет и на холодную гору тоже нет и вот это место как раз она самое лучшее вот в этом месте очень хорошо переезжать и там хорошо жить особенно вот пушкинская гоголя может быть даже сумская на сумской наверно дорого будет может быть даже московский проспект вот метро киевская ну вот как 5 трамвай от метро пушкинская идет вот по московскому проспекту до конного рынка а я понял вы наверное проверяли знаю ли я харьков конечно знаю я же учился в харькове где учился где только не учился невозможно объяснить словами вы это все когда кажется что тонешь морально вы вовремя приходите спасибо что ответил на все вопросы так надо быстрее так алла алексулова сын владислав 35 лет выздоровеет женится женится выздоровеет да скорее всего и на и на и на луза андрей андреевич сможет ли сын илья выздоровеет жить без таблеток сможет заметно во много уменьшить количество употребляемых таблеток но скорее всего полностью на сто процентов не излиться мария лопатнева изучая вторую ступень вопрос мне дальше идти на третью до или лучше пакина интенсив по целительству на третью андрей андреевич вы изменили мою жизнь хочу поблагодарить вас поклон спасибо александр лифт добрый день андрей андреевич буду эмигрувать из украины показывает что до танечка цепетание мы не краще разлучиться через берег тыс берег тыс человеком дуже мене ваш колес страшно идти на квартиру правильно оставайтесь вас еще не время вы еще не отработали карм у мама опухшая рука лимфа собирается теперь и нога начинает также отпухать скажите пожалуйста чем лечить берете хозяйственное мыло и чуть-чуть в воду насыпайте и вот эту мыльную воду чтобы пила такой мыльной водой еще и натирать руку а также натирайте два раза в день нашатырным спиртом натирайте два раза в день нашатырным спиртом а один раз в неделю сухой голод в четверг это делаете также в баню хорошо ходить один раз в неделю париться но так чтобы не с веником просто посидеть и на лицкая лет лизе 15 сроки в коже энриколы починается навчальный период у нее починается проблемы с першелунковой чая и может до помахты уберите у нее с добу белого белую хлеб белый уберите у нее молочные продукты молоко пусть не ест максимально уберите сладкое и уберите ягоды в любом количестве и сразу же проблемы с першелунковой исчезнут у нее реакция на высокую кислотность особенно если от ягод не мороженого ничего вот если это уберете все поджелудочное начнет правильно жить Світлана Ючук у сына Сергея не складается життя хвори став дуже пасивным як допомогти вийти з цього стану ніяк не зможете допомогти потрібно вже обрати ну вже звернутися до лікаря лікарь невролог идіть до невролога идіть до психиатра хай допомогаю вам Инна будь ласка чи варто мені їхать Чехию до мужчини варто нічого такого не буде але хоч прогуляйтесь буде гарно вам Антонина Маринко смогу я приехать в этом году в Киев семьей да живем далеко с начала войны не видели близких сможете Анна Вартанян я росла без отца в детстве общались плохо ненавидела сказала что он стал дедушке наговорил мне гадость сейчас не общаемся может быть из-за него складывается личная жизнь конечно из-за этого и не складывать Андрей Андреевич не могли бы сказать снесут наш старый семиэтажный дом построят на его месте новый если да то сколько лет будут строить если его снесут то вам квартиру не дадут бегом продавайте ищите другое место а снесут ли в этом году нет следующим тоже нет скорее всего года через два продавайте добрый вечер живу в гражданском браке 12 лет стоит ли узаконить отношения обязательно сделала операцию на вены задели нерв нога горит как после укуса пчелы не проходит уже четыре месяца не смогу помочь попробуйте нашатырный спирт поприкладывать попробуйте ментольной мазью нет я не смогу приходите ко мне на марафон я смогу убрать с помощью гипноза Андрей Андрей скажите что будет с городом Покровск оккупирует ли его разрушат скорее всего оккупирует не бойтесь прямо такого разрушения не будет скорее всего это будет еще один блокпост такой обещал сегодня разговаривал прям с первыми людьми и меня предупреждали никаких предсказаний никаких ответов никаких разговоров по поводу оккупирует ничего вы меня подставляете мне завтра из-за вас посадят у меня хорошая жизнь зачем вы делаете это зачем здравствуйте все время не хватает денег и так и не встретила своего мужчину скажите будет ли в моей жизни какое-то улучшение да будет такая ваша судьба не сильно яркая но вы и сам по себе не яркий человек боитесь всего постоянно так вот завидуйте ненавидите как вы так живете прямо вращение такое как будто весь мир вам гадок алла алексу клава сын владислав выздороветь женится отвечал же лариса куликова откроет ми визу в англии или останусь словакии откроет визу в англии или в словакии останется в словакии останетесь алла рязанова скажите пожалуйста получится у ярослава открыть свое дело быть успешным материально обеспеченным медленно но будет получаться направление выбрал правильно я прошла пару безкоштовной вашей школы че може называться бы вашу ученцу да че скоро в наш харьков перестанут бомбить и сегодня знову бросили шипец кабель багато пострадал их че буде аж до декабрь январь аж до декабря и до конца декабря еще будет брежу нас две тайны упанишады и пагавадгита космос спасибо добрый вечер андрей андрей андреевич откроет мне визу в англию аствия тяу добрый вечер скажите будь ласка коли я приеду додому человек поернется не відповидающий вин в выпивая мне страшно ехать додому кле приеду додому человек повернется в крашу сторону не а то и выпиваю буду выпивать и мне страшно ехать додому так буду як и раньше ничем не лучше будет как и раньше и са временем з годами будет все вреднее вреднее просто знайте это вам теперь легче от этого почему он должен измениться вот я не могу этого понять выпивает до сильнее выпивать да и будет с вами несомненно а вы приедете он перестанет почему что такое должно произойти чтобы он не выпивал вы что-то делаете чтобы он не выпивал знаете как эзотерически помочь ему или там общается с ним кто-то чтобы он не выпивал может ему помощь врача необходимо вообще почему он пьет вы когда-нибудь спрашивали у него почему он выпивает может ему не хватает чего-то может он голодный или секса ему не хватает жизни что он хочет вообще спросите как-нибудь всякие пообщайтесь уже этого не бывает вообще такое ощущение просматривая вас как будто два человека на совершенно разных полюсах живут как чужие как вы так можете люди мужчина женщиной когда живет между ними должен быть секс должны быть интимные отношения должны быть хорошие слова прикосновения должны быть обнимание по утрам это обязательное условие а если там у мужа плохо не стоит вибратор купите отдайте ему в руки пусть он пользуется вибратором доставляет вам удовольствие раз у него там все нехорошо попробуйте обсудить эту тему попробуйте быть ближе это сродняет если не хочет скажите что не нравится может запах не нравится или мы и там что что вы не стонете не нравится найдите доверие какой-то начните доверять разговаривать прикасаться человек когда выпивает он убегает он отталкивается ему что-то не нравится он не может найти счастье человек почему выпивает счастье ищет а чё она счастье убегает значит нет счастья в жизни ну не всегда так Юлия Булаткина где я зараз проживаю зими суровые холодни а зато важко переносить такие климатические условия умови скажи че варто меню менять зараз авто варто бо гроші зараз потрібні на інші важливые потреби потрібно менять авто Дана Беловус мене звати Даніслава мені 50 69 років вдова майже 23 роки не хочу залишатись самою на старості діти дорослі мають свої сімя мені чомусь не везет так вам 69 років мат і серйозні стосунки в чому причина бо є такі дядьки которые до семидесяти даже не доживають мужчины постсоветском пространстве некоторые до семидесяти даже не выживают а если до семидесяти выживають то имеют уже ну вот совсем тяжелое состояние как физически так и морально и тогда оно вам надо вы что хотите чтобы рядом с вами находился дедушка которого нужно будет кормить ухаживать за ним а если плохо станет найдите друга так и ищите себе друга они же захотят интима вам друг нужен не надо вам мужчина найдите себе подругу найдите подругу пустите какую-нибудь подругу чтобы с вами жила там два месяца вы с ней два месяца она с вами можно заботиться возьмите себе возможно там животное какое-нибудь заботьтесь о животном столько же тепла дает там красивое большое там долго не как дети или допустим можно балонку это прекрасные собаки кстати обожаю балонок здравствуйте андреевич какое из направления целительством не выбрать а что очень много есть направлений целительства какое направление целительства целительство выбирайте направление целительства мой семинар трехдневное обучение целительства юрий пегасов наши машины подскажите пожалуйста перейдут на электроэнергию другую нет смогу ли я приехать в этом году в киев семьей живем далеко сможете найду я работу переехала в деревню и все найдете аж после нового года шановные паны андреевич ему так болит из ранку ступаты пока на расхожусь чтобы это у вас поле нейропатия на фоне скорее всего развивающегося артериосклероза или даже сахарного диабета 2 типа идите к эндокринологу и неврологу еще будь ласка колы пристануть гинуты кожного дня харьки вьяны о чем мы говорим война закончится в марте следующего года еще вот до этого времени будет все это происходить познаемилась на работе с человеком старшим видмены просто спелкуемость вичу вающую дужи привязываются домены нет он хочет от вас интима уж поверьте не привязывается не привязывается мужчина не привязывается к женщине мужчины все самостоятельные существа если интим понравится будет жить дальше если свободный не понравится интим ничем не привяжите мужчина ради денег как женщина жить жизни не будет не будет ради удобства жить никогда если в постели ему не нравится если в постели вы не ахаете не притворяетесь не кричите не говорите ты самый обалденный то жить с вами не будет если сделаете это начнете ахать охать интим будет то вот после этого ваш после этого ваш это особенность такая они не ищут привязан с ним не надо им не душа не ваши глаза не ваши там знания не ваш опыт не ваш ничего это не интересно вообще я также родился 16 ноября как вы но я восемьдесят седьмом я ясновидец нет почему вы должны быть ясновидцем что-то не увидел а почему а причем тут когда родился человек а что раздают ясновидение для тех кто рождается в определенные даты первый раз слышу это она балабан у меня ясновидение открылась ехал на машине поломал себе позвоночник головой обруль ударился ясновидение появилась она балабан 24 года живу в италии стоит ли мне с мужем итальянцем переехать в украину нет или остаться на месте живем возле неаполя до блок дизайнера какой знак ответил же вы по несколько раз я так понял подскажите откроет ли мне визу а вы папа 10 раз написали что я уже сто процентов увидел хотела спросить мой сын тарас не может найти свидетельство рождение он где-то в квартире ли потерял в квартире найдете чебудами и внук читайся бы у него все апатия ему 17 рокев обратите внимание покажите его психиатру потому что в действительности у ребенка апатия его нужно ему нужен кальций давайте ему кальций начнете давать кальций апатия пройдет андрей андрей спасибо за ваше знание любовь к людям сын георгий сможет ли построить успешный международный бренд одежды убави как реализовать финансово успешным так много вопросов сможет ли бренд популярный международный не сможет а почему не знаю для того чтобы сделать вот смотрите мы открыли компанию мизоне опубликовали сайт после этого сайт красивый но на сайт на протяжении полугода зашло аж целых там три тысячи человек было пять покупок 100 покупок после этого решили это все продвигать открыли канал открыли открыли группы начали публиковать ой начали публиковать идет трансляция до начали публиковать там не получается и так далее начали вкладывать деньги в рекламу в модных журналах постах постерах это только для того чтобы продавать в этой стране начали это делать активно и это сумасшедшие деньги такие капец вообще вообще такие сумасшедшие деньги вы даже не представляете то есть вот если я бренд одежды собираюсь делать то мне необходимо аренда магазина смотрите магазин 120 метров в модном торговом центре обойдется вам в аренду от 15 до 20 тысяч долларов напаковать туда одежда когда-то занимался таким бизнесом туда пойдет одежды на 300 косарей таким образом можно заплатить первый последний третий месяц еще и входные деньги если это модное место в торговом центре того получается еще сотка для того чтобы открыть один магазин модной одежды где-нибудь в европе вам потребуется 400 тысяч долларов для того чтобы открыть 5 магазинов модной одежды вам соответственно нужно будет 1 миллион двести тысяч а у вас нету даже сотни какой магазин какой какая какой одежды о чем вы вообще говорите сейчас другой вариант у вас есть вот эти деньги которые у вас есть там 30 тысяч но нужно тогда пошить какую-то одежду там 12 сделать одновременно там группы популяризировать вкладывать деньги чтобы кто-то о вас писал и так далее об этом должны медленно говорить нельзя построить крупный международный бизнес запросто это огромное количество вложений это очень круто здесь даже на фоне одной страны сложно это делать а когда это международно это очень тяжело делается бренд вас должны узнавать должны публиковаться вас должны быть видео это все дорого видео должны быть красивые одежда пристально красивы модные девочки должны быть кто-то должен отзывы писать можно и модный журнал а модные журналы не захотят вас публиковать потому что вы неизвестные короче замкнутый круг а если вы неизвестные нужно будет просто деньги в ветер пускать для того чтобы делать бренд нужно взять маркетологов которые будут пускать ваши деньги на ветер на протяжении одного года через год начнут покупать и там нюансов много больше важно иметь тех которые умеют работать важно самому в этом понимать то там столько всего а если он не занимался у него этого не было и он работал на кого-то то он просто не знает этих подводных камней все такой бизнес который делается десятилетиями выйду замуж будут дети до выйдете замуж дано парадайз я болею по-женски мне вас очень жаль подскажите можно выполнять практики снг слушать шумы если дома спят дети можно скажите о встрече мужчины для жизни а вдова альбина 49 встретите нужно похудеть если в спортзале встретите сидите в спортзал если будучи у меня с мужчиной которым я все время думаю мы познакомимся чуть больше двух месяцев назад нету будущего че заберут моего сына на вину показывает что нет добрый вечер очень хочу развивать бизнес все проехали дякую вам за вид поверь там где я живу с человеком харьков будет беспечно так я выйду замуж не на 48 выйдете я желаю вам успеха радости и счастья уважаемые друзья в это тяжелое время скорее всего многим нужна теплота радость и комфорт жизни вы видите как маленькими шишками но я помогаю все таки людям хоть немножко прийти в норму и даже вот такими советами иногда возможно кого-то поддерживают такие маленькие подсказки возможно кому-то дадут силы жить дальше прожить эту жизнь от начала и до конца и сформировать свое мнение о том как поступать или как делать так чтобы не сделать еще хуже и конечно же мне в это время необходимой ваша поддержка она заключается в том чтобы вы мне тоже помогали каким образом я не требую от вас денег они мне ваши деньги не нужны я единственное что прошу написать комментарий под данным видео какой не здесь в чате а сейчас когда закончится это все то вам необходимо поставить лайк и написать свой комментарий и подписаться на мой канал этого будет достаточно для того чтобы для того чтобы в дальнейшем youtube индексировал это видео и его смотрели дальше а еще лучше если вы его отправить и вашим близким возможно кому-то наверное будет интересно но и не знаю может он быть интересным с таким количеством вопросов вообще которые мне кажется никому не интересно если же вы хотите меня отблагодарить финансово то можете перейти по любому из данных ссылок спросить у оператора как это сделать буду рад любому донату на сегодняшний день я моя компания также компания мизония и компания школа кайлас и тибетская формула мы помогаем зсо и делаем все для того чтобы в этой стране помочь тем кто в этом нуждается а нуждается много потому что есть люди которые находятся в госпиталях есть люди которым необходимо обмундирование есть люди которым необходимо много чего знаете и кто поможет если не такие люди как обыкновенные люди поэтому поддерживая поддерживая нас вы фактически поддерживаете еще этих людей большое вам спасибо за участие до свидания не пейте алкоголь алкоголь разрушает людей и разрушает семьи будьте терпеливее и добрее